Душ опасный для жизни. ЧП произошло в общежитии в Сорманском районе. Девушка захотела помыться, но вместо воды сверху на нее рухнул потолок. Вот, заходите, смотрите. Выбойтесь, и туда дождь там. Вот снимайте, смотрите, что. Это у нас там прекрасный дождь. Вот упала, вот упала. Все, вот. Вот видите? Просто зашла и все. Сразу вот это вот посыпалось. Вот стою и обрушилась. Потолок обвалился полностью. И на нее. В общем, голову, ногу, все. Смотрите, видите, куча какая большая. Я не знаю, там сколько килограмм. Килограмм, ну, 20. Естественно, там бруски, песок, грязь, кирпичи там какие-то. Ну, все, вот эта дранка вся, она вся вывалилась у нас. Сходил в больницу, сказали, что сотрясение. С ногой, с ногой, я не знаю, там трещина. Ушиб, трещина. Ну, ты представь, в душу приди. На тебя обвалится. Ладно, вот, видишь, голову, как говорят, скотчем прошло, а ногу задело. Намокло, видать, может. Или протекать крыша, или что. Сколько раз обращались, никто ничего не делает. Вот, поэтому вот и случилось. У нас же, как всегда, пока петух-то в одно место не клюнет, как говорится, никто ничего не делает. Пришли в ЖК, они у нас все отключили. Все обрезали. Даже нельзя, вот смотрите, помыться, ничего. Ребенка намыть, самой намыться. Не знаем, куда идти мыться-то. И туалет даже, воду перекрыли. Вот. Вот там все. Воды нету. Теперь как нам быть? Вопрос задавали. Когда это нам все это сделаем? Сделаем и все. Сроки вообще не называют. Просто, когда сделаем, тогда сделаем. Я плачу, вот, покажу, 7,5 тысяч. За комнату 18. И мы все платим. Вы за квартиру платите 5 тысяч, 3 тысячи. А мы за комнату 18, а нам сделали, блядь, извини. Ко мне пришли вот люди из ЖЭУ, там, я не знаю, кто директор нового ЖЭК, вот это вот, я не знаю. Ну, чё, извините, извините. А чё он скажет? Я говорю, ну, мне ваши извинения не нужны. Мне, ну, толку мне эти извинения. Мне сейчас вот лекарства, да, вот эти, то, что мне прописали, мне на работу надо было сегодня. И чё? Я на работу не пошла. Я вот лежу, у меня голова до сих пор кружится. Было бы хуже, если бы это был ребёнок. У нас детей здесь тоже немало. А был бы это ребёнок, там, ну, года два, пять. Это, ну, могло бы всё гораздо пуже закончиться. В местной домоправляющей компании произошедшее ЧП объясняет ветхостью самого дома и неловкостью слесарей. Во время проведения плановых работ по пуску тепла, значит, слесарь на чердачном помещении оступился и наступил на, скажем так, перекрытие потолка. Это как бы стечение обстоятельств, потому что заранее предусмотреть это и увидеть, это ведь не только этого дома касается, вот эта беда. Это может случиться на любом из домов, которому вот так же, как и этому, более 70 лет. Значит, завтра, суббота, выходной день, выйдем, чтобы пустить воду. Сам потолок будет тоже в ближайшее время ремонтироваться.